В полночь дочь Китаева, Дарья, вместе с племянником спала на террасе. Девочка проснулась от сильного жара. Горел холодильник. Она выбежала и кричит там, там, там. Она даже не знала, что сказать. Она сбежала, а по плену в кроматах стояла. И там уже угол горел. У меня старшая дочка сразу всех детей на улице. Нас спасло то, что мы не спали. Семья вызвала спасателей. До их приезда пытались сами тушить пожар. Но огонь в считанные минуты охватил весь дом. На место выехали незамедлительно пожароспасательные подразделения. На месте работало 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Была сразу обеспечена бесперебойная подача воды и проложена магистральная линия от водоема. Дом, от которого осталось одно пепелище, Китаева купили в кредит. Это весной. Деньги они обязаны выплачивать еще 5 лет. Несмотря на то, что от дома ничего не осталось. У семьи есть своя двухкомнатная квартира, которую они купили 4 года назад на средства материнского капитала. Но в ней необходимо сделать ремонт. Здесь нет даже пола. И когда вскрыли полы, мы ужаснулись. Нам вот одна стенка, чтобы сделать, она обошлась нам 7 тысяч. Я так посчитала, очень дорого бы хоть. Семью Китаевых приютили знакомые. Пятеро детей спят на этих кроватях, а родители на полу. Погорельцам помогают соседи. Они опубликовали пост в соцсетях. На просьбу о помощи откликнулись десятки людей. Буквально за сутки удалось собрать одежду на всех членов семьи и деньги на восстановление документов. Они необходимы в том числе для того, чтобы Китаевы получили помощь, как погорельцы, по линии соцзащиты. Такого результата вообще не ожидали. Стали вступать какие-то средства, сразу стали привозить вещи, кто чем может. Очень огромное спасибо людям, которые просто не остались равнодушны, не остались в стране. Это такая беда. Сама горела, сама знаю, что это такое. Также пострадавших поддержал благотворительный фонд «Покров семьи». Волонтеры передали им продукты питания и посуду. Наша организация предоставляет психологическую, юридическую, вещевую и продуктовую помощь. В основном это многодетные мамы, мамочки-одиночки, беременные женщины и женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Местные власти также обещали помочь финансово и даже предложили переехать в квартиру, которая находится в деревне Сергеиха. Они нам не ответили письменно ничего, на словах сказали, что им очень далеко добираться до работы, поэтому их это не устраивает. Семье Китаевых необходима помощь. В разрушенной квартире надо вставить окна, сделать проводку, установить газовый котел и укрепить стены. На все это нужны деньги. Помочь семье могут все неравнодушные жители области. Ирина Начарова, Елена Павлова, Егор Герасимов. Губерния, 33.